Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава Евангелия от Матфея. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Евангелие – благая весть в переводе. В благой вести от Матфея есть глава, которая вообще ни разу не благая, но весть. Это 23 глава. Зачем она здесь нужна? Вся 23 глава проникнута одним и тем же рефреном. Горе вам. Ну, благая весть – это благо вам. Счастливо, блаженно, хорошо, все будет. А здесь все будет плохо. И вообще-то, если бы я был рядом с Иисусом, я абсолютно уверен, что я бы ему сказал, не надо, пожалуйста, этого ничего говорить. Ну, будут же неприятности очень большие. Они и будут. Давайте постараемся понять, почему. Вот мы в нашем разборе обращаем больше всего внимания на то, почему это описано в Евангелии, почему таким языком, в таких выражениях, со ссылками на такие пророчества. Итак, предыдущие 22-е были словесные споры Иисуса и фарисеев, но также Саддукеев и Родиан, но фарисеи – такие основные противники, они интеллектуальная элита, они богословы. И, понятно, Саддукея попроще – это храмовое священство, они вот богослужением занимаются. И Родиане – это политики, сторонники царя Ироды, им это все вообще не очень интересно. А фарисеи – вот мастера слова, поэтому с ними больше всего спорит Иисус. И он отвечает на их вопросы каверзные, он дает им какие-то резкие, может быть, ответы, но не переходит на личность, а вот здесь перейдет. Тоже как-то некрасиво кажется, да? Ну, поспорь о богословии, не касайся личности. Разве не так принято? Вот что сказал тогда Иисус народу и своим ученикам. Смотрите, даже не напрямую фарисеям, а вот людям, потому что фарисеи уже, кажется, не хотят его слушать вообще. На месте Моисея сидят теперь книжники и фарисеи. Возможно, место Моисея – особое название сидения в синагоге, но и в переносном смысле, то есть те, кто там сидят, они мыслят себя такими вторыми Моисеями, да, заменой Моисея. И все, что они скажут вам, исполняйте и храните. Эй, секундочку, только что же было, как они плохо все вам говорят, да? Да? То есть Иисус говорит, делайте все, что велят фарисеи? Неужели? Он столько раз их обличал и говорил, что они бремена неудобоносимые накладывают, а теперь он сдается и говорит, все правильно? Но, смотрите, вот может быть, это тот же самый максимализм, как отруби себе руку, вырви себе глаз. Если ты хочешь давать десяти, но смятые они с айтмины, как требует фарисеи, давай на здоровье, ничего плохого в этом нет. В теории-то у них все гладко и хорошо. Хотите это исполнять? На здоровье. А вот делам их не подражайте. Не делают они того, о чем сами говорят. Взваливают людям на плечи тяжкий и неудобный груз, а сами пальцами не хотят коснуться. Вот чем основная проблема, да? То есть религия – очень удобное средство манипуляции. Бесконечные запреты, бесконечные наставления, мелочные придирки по любому поводу. Средство контролировать человека, говорить, вот Бог тебя за все это накажет. Но к тебе такие люди нисходительны. Все, что они делают сами, выставляют себя на показ перед людьми, чтобы филактерии у них были пообъемнее. Филактерии – это коробочки с молитвенными текстами, которые во время молитвы даже домашние надеваются на лоб и на руку. А кисти на одежде подлиннее. Кисти на одежде – это, ну, можно видеть у современных аудеев тоже, такие из 613 нитей, воспоминания о заповедях, особые кисти, действительно, в виде кисти, которые носятся на краях одежды. Нравится им занимать первые места на пиршествах и председательствовать в синагогах, чтобы люди приветствовали их на площадях и звали их Равви, то есть обращение к духовному учителю, буквально, Большой, Великий. А вас пусть никто не зовет в Сырови, ведь учитель у вас один, а вы все братья. Вот смотрите, главная проблема не в том, что у них богословские мнения какие-то неправильные. Он даже говорит, да, все правильно говорят. А в том, как они себя ведут, что их религия до них – это способ себя превознести. «И своим отцом никого на земле не зовите, ведь один у нас небесный отец, и наставником пусть никто у вас не зовется, ведь один у вас наставник – Христос. Кто среди вас главный, пусть будет всем прислуживать, а кто возвысит себя, будет унижен, и кто принизит себя, тот возвысится». Люди говорят, как же так, а вот там отцы, наставники. Ну, у каждого человека есть отец. И у наставники, вот если человек чему-то учился, у него есть наставники, кто-то ему объяснял, как буквы читаются, да, и как писать эти самые буквы. Явно не про то, что нельзя употреблять слова «отец», «наставник», «учитель», да. Это про то, что нельзя говорить «наш отец такой-то», «наш наставник такой-то», да, вот с большой буквы. Называть только одного кого-то или группы людей, вот ставить на место Бога. А способ возвыситься один – унизить себя, стать последним. И дальше он переходит уже к прямому обличению, и начинается вот это «горе вам». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы запираете царство небес от людей, сами не входите, и те, кто хочет, войти не пускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Книжники, соответственно, близкая группировка, то есть они могут быть одновременно книжниками и фарисеями, книжники могут быть отдельно, ну, только те, кто особенно грамотные, вот на себя могу посмотреть. «А горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы пожираете имущество вдов, притом молитесь подольше на показ, тем более суровый ждет вас приговор. То есть отсуживают имущество или так просто захватывают. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Вы обходите море и сушу, лишь бы кого обратить в свою веру. А когда вам это удается, обращенные становятся вдвое хуже и достойнее гиенны, чем вы сами. Не очень понятно, они имеют в виду язычник. Он имеет в виду язычников, которых фарисеи хотят обратить в иудаизм, или иудеев, но не фарисейского направления, которых те переманивают на свою сторону. Может быть, даже первое. То есть миссионерство тоже может быть дурным. Человека приводят не к Богу, а приводят к какой-то пародии на Бога. Приводят его вот куда-то, где из него начинают высасывать все соки, а не туда, где он обретает свободу в Боге. Горе вам, слепые поводыри. То есть слепого ведет поводырь, если поводырь сам слеп, то куда он приведет? Вы говорите, если кто поклянется храмом, это ничего не значит, а если храмовым золотом обязан исполнить? То есть градация клятв, некоторые клятвы ерунда, пустословие, некоторые клятвы надо исполнять. Безумные слепцы. Что важнее, само золото или храм, который придает золоту святости? И еще, если кто поклянется жертвенником, это ничего не значит, а если даром на жертвеннике, обязан исполнить? Слепцы. Что важнее, дар ли жертвенник, который придает дару святость? «Жертвенник», то есть место, где сжигается жертвенное животное. «Если кто поклялся жертвенником, поклялся им и всем, что лежит на нем. А кто поклялся храмом, тот поклялся и тем, кто присутствует в храме. И кто поклялся небом, тот поклялся престолом Божиим и тем, кто восседает на нем». И, кстати, это, в общем-то, некоторая критика самой клятвы, потому что человек клянется, как бы призывает свидетелей, дает в залог что-то. Но здесь он клянется тем, что выше его, тем, что ему не принадлежит. Горе вам, книжники и фресии, лицемеры, вы даете десятину смяты, аниса и тмина, мелкие ароматические приправы, да, там, представим себе, много ли нужно тмина, этих крохотных зернышек, вот они там сидят, из десяти зернышек одно откладывают, приносят в храм потом эту горсточку тмина. Зато отбросили самое важное в законе правосудие, малосердие и верность. Следовало бы делать одно, но и о другом не забывать. То есть, десятину стмина надо давать, да, вот домой сейчас я приду и найду, где у меня тмина, и каждое десятое зернышко отнесу потом куда-нибудь в некое святое место. Нет, конечно. То есть, плохого в этих действиях и словах ничего нет с самого начала, говорит он. Плохое в том, что эти мелочные правила заменяют собой все остальное, заменяют исполнение заповедей, живые отношения с Богом, заменяют милосердие к другим людям, да и справедливость даже. Слепые поводыри. Вы отсаживаете комара, зато поглощаете верблюда. Питьевую воду процеживали, там мало ли какие-то насекомые упали, насекомых есть нельзя, поэтому о бактериях тогда не знали, но процеживали через марлю, не через какую-то ткань тонкую, воду, которую пили. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете снаружи чаши и блюда, а внутри они полны ненасытной жадности. Ну, понятно, что есть всякие правила насчет очищения посуды, не просто помыть ее грязную, но ритуальное очищение. Слепой фарисей, если сначала очисти содержимое чаши, тогда и снаружи она очистится. То есть то, что ты в эту чашу наливаешь или насыпаешь, если оно украдено у вдовы, добыто угнетением, то как-то не очищая ритуально эту чашу, оно все равно чистым не станет. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, вы подобны побеленным гробницам. Снаружи они смотрятся прекрасно, а внутри наполнены костями покойников и всякой гадостью. Прикосновение к гробнице делает человека ритуально нечистым. Это правило из книги Левитт, 21 глава. Поэтому, если не видно, что это гробница, и человек прикасается к ней, то он, не сознавая того, приобретает свойство ритуальной нечистоты. Вот такая красивая гробница, которая не похожа на гробницу, и люди не знают, что это. Так и вы внешне кажетесь людям праведниками, а внутри полны лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, вы сооружаете гробницы для пророков и украшаете от гробия праведников. Вы говорите, если бы мы жили во дни наших отцов, то не были бы причастны к пролитию крови пророков. Так вы сами свидетельствуете, что вы сыновья тех, кто убил пророков. Так восполните же начатые вашими отцами. Что плохого? Ставить гробницы праведникам, пророкам. Ну, я понимаю, там, разорять могилу, это было бы плохо. Там, поносите грязными словами, это было бы плохо. Оставить памятники, гробницы сооружать, это хорошо, это выражать уважение. Но, вы знаете, мне кажется, что здесь, вот, смотрите, пророк приходит когда-то и обличает несправедливость, справедливость, жестокость, пороки, грехи, разврат и все такое прочее. Его убивают за это. Потом приходят потомки-убийцы, говорят, все хорошо, вот мы гробницу соорудили, вот мы памятник поставили. И живут так же. То есть, для них способ разделаться как бы с этим пророком, его уже убили. Понятно, что он оказался прав. Но способ разделаться с этим пророком, это почтить его. Назвать его, честь там, улицу или площадь, или проспект, в современном мире это назовут. Поставить вам большой памятник, красивый месть. Но ничего не услышать из его призывов, предостережений, ничего не поменять в своем поведении. И тем самым сказать, вот хорошо, что он в могиле, вот этот памятник потяжелее пусть стоит, чтобы он не вылез. И опять всего этого нам не сказал. Змеиные вы, гадючие отродья, как избежать вам приговоры и гиены? Очень резкие слова. И звучат прямо оскорбительно. Вот он идет на конфронтацию. Почему? Вот он уже понимает, что убивают пророков. Нарочно идет на конфронтацию. Прямо готовится к тому, что его самого убьют. Да, для того, чтобы эти слова были услышаны. Вот, может быть, наступает такой момент, даже вот не говоря сейчас о высоком богословии, об искуплении, о значении голговской жертвы, но наступает такой момент, когда промолчать означает предать. И он обрекает, облекает свои слова в наиболее яркую, острую форму для того, чтобы нельзя было их не услышать. И себя обрекает уже явно на гибель. Если, еще раз говорю, мы оставим в стороне богословие, которое, конечно же, тоже в Евангелии есть и играет важнейшую роль, и поговорим просто по-человечески, как это выглядит. «Потому я и посылаю к вам пророков, мадрецов и учителей, но одних вы убьете или распнете, а других будете бичевать в своих синагогах Игнатия с города в город, если он уже от имени Бога говорит. Зато и ляжет на вас вина за всякую кровь, пролитую праведниками на землю, от крови праведного Аверя до крови Захария, сына Варахии, которого вы убили между храмом и жертвенником». Мы толком не знаем, кто это. Возможно, Захария, человек, его убийство описано во второй книге про Липомена, 24-я глава, но имя не уникальное, поэтому это может быть кто угодно, может быть какое-то событие, которое произошло незадолго до того. Авель – это первый убитый, причем своим братом Каином. И получается, что он обвиняет этих самых фарисеев и книжников во всех убийствах мировой истории. Не слишком ли? Допустим, у них много грехов, но обвинять их в том, что убили когда-то Каина, Каину Белавеля. Но здесь, мне кажется, мысль та, что они своим поведением продолжают эту линию, что они встраиваются вот в эту парадигму, как мы говорим сегодня, что они делают фактически то же самое. И поэтому, да, ответственность за их собственное убийство как бы приравнивает их преступления к тому, что произошло тогда. «Аминь, говорю вам, кара, за все это падет на этот род». И вдруг неожиданный такой плащ под конец. Да, вот он так резко о них говорит, но он любит Иерусалим, как город. «Иерусалим, Иерусалим, ты убиваешь пророков и забрасываешь камнями тех, кто послан к тебе. Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает птенцов себе под крылья, но вы того не пожелали. И теперь ваш дом оставлен пустым. «Говорю вам, что больше уже не увидите меня, пока не воскрикнете, благословен, кто приходит во имя Господне». Ваш дом, так назывался Иерусалимский храм, дом. И здесь он говорит, пока не воскрикнете, благословен, кто приходит во имя Господне. Да ведь уже кричали только что, когда он входил в Иерусалим. Его приветствовали как мессию. И здесь он явно говорит о втором пришествии. И как бы первое вот это вот вхождение в Иерусалим, оно не очень считается, потому что у людей свои какие-то планы, расчеты, расклады не очень готовы к тому, чтобы понять смысл. И вот когда, наконец, станет понятно, чего все это стоило, куда все это было направлено, и когда вот это второе пришествие станет исправлением всех этих вещей, вот тогда вы меня увидите, говорит он. И, в общем, после этого, конечно, они никак уже не готовы, фарисеи и книжники прежде всего, но и не только, они уже никак не готовы мириться с тем, что говорит и делает Иисус. Иисус, он уничтожает их, авторитет полностью, он явно противопоставляет себя им. Для чего? Почему нельзя было как-то помягче? Мне кажется, ровно потому, что вот наступает момент, когда зло должно быть названо злом и названо громко. У него было на это, у Иисуса было на это достаточно отваги, мужества. У нас очень часто нет. Вот в этом разница. Не только в этом, но и в этом тоже. Продолжение следует...